Здравствуйте! Меня зовут Олеся, я специалист отдела внедрения WakeLines. Сегодня мы поговорим с вами про онлайн-платежи. Мы разберем с вами, какие виды онлайн-платежей бывают, также поговорим про наших партнеров, про регистрацию этих партнеров и поговорим про настройки в системе WakeLines. Давайте приступим и начнем мы с видов онлайн-платежей. У нас есть четыре вида онлайн-платежей. Оплата в форме онлайн-записи, оплата по QR-коду на кассе, оплата визитов по ссылке и онлайн-продажи сертификатов и абонементов. Теперь мы подробно остановимся на каждом из этих видов. Первый вид – это оплата в форме онлайн-записи. С помощью данного функционала вы можете настроить предоплату, когда клиент будет записываться онлайн. При выборе той или иной процедуры он увидит, что данная услуга будет с предоплатой и когда он перейдет к деталям записи, ему нужно будет оплатить данную запись. Если же он этого не сделает в течение 15 минут, то запись будет автоматически отменена. Когда клиент оплатит запись, то в журнале с записью WakeLines вы также увидите, что эта запись предоплачена. Следующий вид – это оплата по QR-коду на кассе. С WakeLines вы сможете принимать оплату за услуги и товары через QR-код по системе быстрых платежей. С помощью данного способа вы можете экономить на экваринге, так как комиссия будет составлять 0,7%. Теперь поговорим про то, как происходит процесс. Когда клиент подходит к администратору, администратор должен открыть в журнале записи запись клиента и нажать на кнопку «Оплатить» с помощью QR-кода. После чего клиент сканирует QR-код, дальше у него открываются детали его записи, он видит своего мастера, он видит свои услуги или товары и также видит сумму к оплате. После чего он нажимает кнопку «Оплатить», выбирает банк и уже производит оплату в мобильном приложении банка. Как только оплата поступила, вы также увидите, что запись этого клиента уже оплачена в журнале записи. Следующий вид – это оплата визитов по ссылке. С помощью данного функционала вы можете принимать оплату онлайн, просто отправив клиенту ссылку из визита. Что происходит, как это работает? Клиент получает ссылку на оплату по SMS или в мессенджере, далее переходит по ссылке и оплачивает свой визит, тем самым подтверждая свою запись. И пользоваться данным функционалом можно как в качестве предоплаты, так и оплаты по факту оказания услуги на ресепшене. Следующий вид – это онлайн-продажа сертификатов и абонементов. С помощью Wicelines вы можете продавать сертификаты и абонементы онлайн. Данный способ поможет вам получать выручку без контакта с покупателем. Теперь давайте поговорим, как проходит процесс. Клиент переходит по кнопке «Купить сертификат или абонемент» в вашем виджете онлайн-записи. Дальше он выбирает необходимый сертификат или абонемент, ознакомливается с информацией, предоставленной, после чего нажимает кнопку «Оплатить» и производит оплату любым удобным способом. Теперь давайте поговорим про наших партнеров. У нас есть партнеры Тинькофф и Юкаса. Если вы будете выбирать Тинькофф, то дальше вам будет доступен следующий функционал Wicelines – это оплата по QR-коду на кассе и оплата визитов по ссылке. Условия очень простые. Вам нужно оставить заявку по реферальной ссылке. Дальше с вами свяжется ваш персональный менеджер и поможет открыть расчетный счет. После того, как все настройки будут произведены, вы сможете уже производить, получать оплату. Комиссия по системе быстрых платежей будет составлять 0,7%. Также у Тинькофф доступна фискализация. За подробной информацией можете обратиться к представителям Тинькофф. Также хотела бы обратить ваше внимание на то, что для клиентов Wicelines Тинькофф предоставляет специальные условия при подключении. Поэтому обязательно переходите по реферальной ссылке. Следующий партнер – это Юкасса. Если вы интегрируетесь в Юкассу, то вам будет доступен следующий функционал – оплата формы онлайн-записи, оплата по QR-коду на кассе, оплата визитов по ссылке, а также онлайн-продажи сертификатов и абонементов. Юкасса – это платежная система от Яндекса. После заключения договора вам будет доступен весь вышеперечисленный функционал. Комиссия при этом по системе быстрых платежей будет составлять 0,7%, а для остального функционала интернет-экваринга комиссия будет 2,5%. Однако обратите внимание, что такой процент будет доступен только если вы регистрируетесь по реферальной ссылке от твоей клиентс. В Юкассе нет абонентской платы, комиссия будет сниматься только за успешные платежи, при этом платежи будут автоматически поступать на ваш расчетный счет на следующий день. Теперь давайте разберем регистрацию настройки в Тинькофф, а дальше разберем настройки уже в Юкассе. Что нужно сделать? Прежде всего нужно оставить заявку по реферальной ссылке, дальше вам будет открыть доступ в личный кабинет и выделен сотрудник Тинькофф для помощи в подключении. После чего в личном кабинете вам нужно выбрать продукт интернет-экваринг магазины и создать свой интернет-магазин. Дальше вам нужно будет заполнить открывшуюся форму и дождаться, пока магазин пройдет модерацию. После чего вы сможете активировать систему быстрых платежей в личном кабинете Тинькофф. Как только все необходимые настройки будут завершены, необходимо скопировать пароль и терминал в разделе интернет-экваринг магазины терминала. Далее эти данные мы будем использовать и вставлять уже в системе By Clients. Теперь давайте разберем регистрацию настройки в Юкассе. Прежде всего вам нужно зарегистрироваться на сайте Юкассе по реферальной ссылке, а дальше пройти все шаги регистрации. В личном кабинете вам нужно заполнить все необходимые данные, прикрепить скан копии паспорта владельца компании и информацию о компании. Далее, как только все данные заполнены, вам будет доступен договор и документы. После того, как договор заключен, нужно перейти в раздел интеграция готовые решения и дальше в списке нужно будет выбрать систему By Clients. Когда вы регистрируетесь в первый раз в Юкассе, у вас будет сразу же активна система быстрых платежей. Однако, если у вас уже был ранее договор с Юкассой, то нужно обратиться непосредственно к техподдержке Юкассы и попросить, чтобы они активировали вам СБП. И как только все настройки у вас завершены, вам нужно будет скопировать ShopID в разделе настройки магазин и SecretKey в разделе интеграция ключи API. Эти настройки мы будем с вами вставлять также в By Clients, после чего уже функционал по онлайн-платежам будет вам доступен. Давайте теперь перейдем непосредственно к тем разделам, где мы вставляем эти данные. Мы зашли в систему By Clients и сейчас разберем по порядку настройки для каждого функционала. Давайте начнем с виджета онлайн-продаж, сертификатов и абонементов. Чтобы настроить данный функционал, нам нужно перейти в сетевой интерфейс. Чтобы это сделать, нажимаем в левом верхнем углу на название филиала и дальше переходим в раздел «Свети МФЦ внедрения». Дальше нам нужно с вами спуститься ниже и перейти в раздел «Онлайн-продажи» – «Настройки». Здесь в этом разделе нам нужна будет с вами вкладка «Оплата». После чего мы выбираем с вами «Юкасу», вставляем «ShopID» и «SecretKey». Как только «ShopID» и «SecretKey» вставлены, мы спускаемся с вами чуть ниже, выбираем филиал, в котором будет создана отдельная касса для поступления онлайн-продаж и дальше указываем адрес, на который будут приходить уведомления о новых заказах. Сохраняем. И теперь нужно настроить виджет. Мы переходим с вами во вкладку «Виджет». Здесь мы спускаемся чуть ниже и система нам сразу же предлагает настроить сертификаты и абонементы. Настройку этих сертификатов и абонементов мы разбирали ранее в предыдущем видео. Сейчас на этом подробно останавливаться не будем. Дальше чуть ниже будут все данные о компании, после чего вы можете указать обращение к клиентам и текст обращения. Далее рекомендую также заполнить обработку персональных данных, поменять адрес компании, название. Нужно также будет отредактировать текст для оферты. И дальше в самом низу у нас уже появляется наш виджет. Что нужно сделать? Нужно нажать кнопку «Включить виджет», дальше «Сохранить», и после чего виджет становится активен. Как посмотреть, что есть в виджете? Нужно нажать на кнопку «Открыть виджет». Далее загрузится наш виджет, и здесь мы увидим сертификаты и абонементы. Также сейчас я вам покажу примеры наших клиентов, как оформляют виджеты в различные филиалы. Здесь вы можете увидеть различные сертификаты, как и здесь для салона красоты. И, конечно, есть абонементы. Теперь давайте перейдем к настройкам, вернемся обратно в наш филиал и поговорим про остальные настройки. Настройки для QR-кода, оплатива визитов по ссылке и предоплаты проводятся в филиале. И сейчас мы возвращаемся с вами обратно в наш филиал. И далее нам потребуется раздел «Финансы» без наличной оплаты. В этом разделе мы будем вставлять ключи, а также включать необходимые нам способы оплаты. Для начала нужно перейти в раздел «Платежные системы» и выбрать того интегратора, с которым у вас заключен договор. Если это UCASA, то выбираем UCASA и дальше, если она у вас еще не подключена в iClients, у вас будет здесь кнопка «Подключить», как и у Тинькофф. У нас уже интеграция настроена, поэтому сейчас я просто нажму кнопку «Настроить интеграцию». Вы же нажимаете кнопку «Подключить». Дальше вас система переводит в внутреннюю вкладку. Здесь вы увидите параметры интеграции, где нужно будет указать SHOP ID и SECRET KEY. После чего нужно будет сохранить данные изменения. Также в этом разделе вы сможете перейти в личный кабинет UCASA. Вернемся сейчас назад. Если вы выбрали Тинькофф, вы выбираете Тинькофф, нажимаете кнопку «Подключить» и в параметрах интеграции Тинькофф у вас будут данные по терминалу и паролю, которые вы должны будете также вставить и сохранить. Теперь вернемся обратно. И после того, как вы подключили интеграцию, далее мы переходим во вкладку «Способы оплаты». Здесь для того, чтобы активировать тот или иной вариант оплаты, справа нужно будет нажать на тублер. Затем данные варианты у нас стали активны, то есть они работают для нашего филиала. Мы можем ознакомиться с информацией, как это будет работать. У каждой оплаты у нас есть кнопка «Как это работает». Нажимая на нее, система вас переведет в внутреннюю также страницу, где вы увидите дополнительную информацию по тому или иному способу. Вернемся сейчас обратно. Помимо кнопки «Как это работает», у каждой функции есть также кнопка «Настроить». Давайте сейчас по порядку разберем каждый вид. Онлайн-предоплата. Когда мы нажимаем на кнопку «Настроить», система нас также переводит во внутреннюю страницу, где мы будем с вами выбирать возможность настроить услуги. Здесь также вы увидите платежную систему, Юкасу, но поменять на Тинькофф вы ее не сможете, поскольку онлайн-предоплата у нас работает только с Юкасой. Далее мы можем с вами нажать на кнопку «Настроить услуги», и уже здесь вы можете выбрать, какие варианты предоплаты будут работать в вашем филиале. По умолчанию у вас будет подключена обязательная предоплата. Дополнительно для нее нужно будет еще настроить услуги. Мы сейчас об этом с вами поговорим. А вот когда мы говорим про необязательную предоплату, ее вам нужно будет активировать. Соответственно, как только вы это сделаете, необязательная предоплата будет доступна для всех услуг, и клиент будет сам выбирать, оплачивать ему запись онлайн или нет. Однако здесь есть важное уточнение – необязательная предоплата будет составлять 100%. Теперь, как только мы включили все необходимое, нам нужно настроить услуги, для которых будет действовать обязательная предоплата. Для этого нам нужно перейти с вами в раздел «Настройки». Настройки записи выбираем «Услуги». Далее мы выбираем те услуги, для которых хотим настроить эту предоплату. Сейчас давайте выберем женскую стрижку, проваливаемся в эту услугу и переходим во вкладку «Онлайн запись». Здесь же мы спускаемся ниже и возле онлайн предоплаты ставим тублер. Далее мы выбираем с вами, какой процент будет у нас работать для обязательной предоплаты, например, 50%. Также вы можете менять и указывать сумму в рублях, например, не 50%, а 200 рублей. Давайте сейчас сохраним данную настройку и добавим еще предоплату в процентах для другой услуги. Мы точно так же должны перейти в эту услугу, перейти в раздел «Онлайн запись», спуститься ниже, выбрать онлайн предоплату и указать процент либо фиксированную сумму. Далее сохраняем. Сейчас ваши предоплаты уже настроены. Давайте теперь посмотрим, как это отображается в онлайн записи. Вернемся в наш виджет, посмотрим, откроем его, перейдем в основную форму. И когда мы открываем нашу форму, можем сразу же перейти к услугам, спуститься чуть ниже и увидеть, что у нас появилась предоплата и плашка для клиента о том, что здесь для такой услуги есть предоплата. Для мужской стрижки 50%, для женской стрижки предоплата составляет 200 рублей. Это именно обязательная предоплата. Про то, как отображается обязательная предоплата и необязательная предоплата, что видит клиент, мы говорим отдельно в другом видео по способам оплаты. И как мы говорили ранее, у нас с вами настроена онлайн продажа сертификатов и абонементов. Здесь у нас с вами подключена кнопка «Купить сертификат или абонемент». Чтобы такую кнопку вывести, вам нужно зайти в настройки вашей формы в филиале, нажать на кнопку «Редактировать». И здесь вы также должны спуститься чуть ниже и в поле «Онлайн продажа абонементов и сертификатов» выбрать сеть, для которой приведена интеграция, в которой настроена онлайн продажа сертификатов и абонементов. После этого в онлайн-запище у вас появится конкретно в вашей форме кнопка «Купить сертификат или абонемент». Подробно про «Увидит» мы также говорили в видео про абонементы и сертификат. Теперь давайте вернемся с вами обратно в наши настройки по безналичной оплате и поговорим про другие способы оплаты, какие настройки доступны для них. Во-первых, QR-код. Для того, чтобы QR-код у вас функционировал корректно, вам необходимо будет обязательно скачать его. Чтобы это сделать, вы нажимаете на кнопку «Настроить», переходите уже во вкладку и здесь выбираете, в каком формате скачать вам QR-код. Также для QR-кода здесь вы уже сможете поменять платежную систему, то есть если у вас подключен Тинькофф, вы можете его здесь выбрать, поскольку QR-код «Оплата визитов по ссылке» с Тинькоффом у нас доступен. Далее возвращаемся и по ссылке то же самое, мы нажимаем с вами на кнопку «Настроить» и здесь вы также можете выбрать платежную систему или поменять ее. Давайте вернемся назад. Как только все необходимое сделано, вы можете уже приступать к работе с онлайн-оплатами. Однако подробно о том, как работать с этим в журнале записи, опять же о том, как это выглядит для клиента онлайн-предоплата, мы говорим в другом видео по способам оплаты. И на этом наш вебинар подходит к концу. Сегодня мы поговорили с вами про виды онлайн-платежей, поговорили про наших провайдеров и про их условия. Также отдельно разобрали каждый тип онлайн-оплаты и что нужно сделать, чтобы этот функционал подключить. Желаю вам хорошего дня, спасибо за внимание.